Рэй Бредбери. Однажды в дни вечной весны. Переводчик Акимова. В те дни, много-много лет назад, я думал, что мои мама и папа хотят меня отравить. И даже теперь, двадцать лет спустя, я не уверен в обратном, кто его знает. Все это припомнилось мне по той простой причине, что я рылся в сундуке, стоящем на чердаке. Сегодня утром я отомкнул медные застежки, поднял крышку и старинный запах нафталина, окутал теннисные ракетки без трун, поношенные кеды, сломанные игрушки, ржавые роликовые коньки. Когда я глазами повзрослевшего человека увидел все эти игровые принадлежности, мне почудилось, будто всего какой-нибудь час назад я ворвался в дом с тенистых улиц, весь взмыленный, с криком «Тай, тай, налетай!», не успевшим замереть на моих устах. В те времена я был странноватым и смешным парнишкой, у которого в голове постоянно бродили необычные идеи. Мысли об отравлении и страх были всего лишь частью моего тогдашнего бытия. Мне было только двенадцать, когда я начал делать записи в пятицентовом линованном блокнотике. И даже сейчас, этими вечными весенними рассветами, когда я пишу эти строки, я ощущаю в своих пальцах тот огрызок карандаша. На мгновение я перестал писать, в задумчивости мусули карандаш. Я сидел на рассвете бесконечного ясного дня в своей комнате наверху, босоногий, с коротко остриженными ежиком волосами, в задумчивости разглядывая обои в розочках. «До этой недели я не знал, что болен», — написал я. «Я болен уже давно. С тех пор, как мне исполнилось десять. Сейчас мне двенадцать». Я морщился, нещадно кусая губы и близоруко всматриваясь в блокнот. «Мама и папа сделали меня больным. Учителя в школе тоже приложили руку к этой», — я помедлил, затем написал, — «моей болезни. Единственные, кого я не боюсь, — это другие дети. Изабель Скелтон, Уиллард Бауэрс и Клариса Мэллин. Они еще не совсем больны. Но вот я по-настоящему безнадежен». Я отложил карандаш. Подошел к зеркалу в ванной, чтобы посмотреть на себя. Мать крикнула мне снизу, чтобы я шел завтракать. Я прижался к зеркалу, часто-часто дыша, так что на стекле осталось большое туманное пятно. Я увидел, как мое лицо изменяется. Его форма, даже глаза, поры на носу, мои уши, лоб, волосы. Все, что так долго было мной, начало превращаться во что-то другое. «Доглас, иди завтракать, в школу опоздаешь». Пока я наспех принимал душ, я видел под собой свое уплывающее тело. Я был внутри него. Никуда не денешься. В то время, как оно выделывало, что хотело, а его перемещали и перемешивали. Тогда я принялся напевать и громко насвистывать, чтобы не думать об этом, пока отец, барабанив дверь, не приказал мне замолкнуть и идти есть. Я сел завтракать. На столе были желтая коробка с хлопьями, прохладно-белое молоко в кувшине, сверкающие ложки и ножи, яичница с беконом на деревянном блюде. Папа читал газету, мама крутилась на кухне. Я вдохнул. Запахи. И почувствовал, как меня жалобно заныло в желудке. — Что случилось, сынок? — мельком взглянул на меня папа. — Ты не голоден? — Нет, сэр. — По утрам парень должен быть голодным, — сказал отец. — А ну-ка, давай ешь, — сказала мне мать. — Давай-давай, поживее. Я посмотрел на яичницу. — Яд. Взглянул на масло. — Яд. И молоко в кувшине, такое белое, жирное, ядовитое, а хлопья в зеленой миске с розовыми цветочками, такие поджаристые, хрустящие и аппетитные. Яд. Все это яд. Мысли бегали в моей голове, как муравьи на пикнике, где закусил губу. — М-м-м? — произнес папа удивленно, глядя на меня. — Что ты сказал? — Ничего, — ответил я. — Только то, что я не голоден. Я не мог сказать им, что болен, и что эта еда делает меня больным. Как я мог сказать, что именно печенье, кексы, каши, супы и овощи сделали со мной это? Не мог. И мне оставалось сидеть, глотая пустую слюну, слушая, как мое сердце начинает колотиться. — Ладно, выпей хотя бы молока и иди. — сдалась мать. — Пап, выдай-ка ему деньги на обед в школе. Апельсиновый сок, мясное и молоко. Никаких конфет. Насчет конфет могла бы и не предупреждать. Они самые злейшие из ядов. Никогда в жизни я к ним больше не притрунусь. Я перевязал книги ремнем и направился к двери. — Дуглас, ты забыл поцеловать меня, — сказала мама. — Ах, да, — вспомнил я и нехотя чмокнул ее. — Что это с тобой? — спросила она. — Ничего, — ответил я. — Счастливо. — Пока, пап. Все попрощались. Все попрощались. И я, погруженный в глубокую-глубокую, словно крик, теряющийся в глубине холодного колодца, задумчивость, пошел в школу. Я сбежал вниз по склону лощины и, раскачавшись на виноградной лозе, полетел прочь. Земля убегала из-под ног. Я вдохнул прохладный утренний воздух, душистый, звенящий, и громко расхохотался, и ветер унес мои мысли. Оттолкнувшись от высокого берега, я перекувыркнулся через голову и покатился вниз, а вокруг меня щебетали птицы, и белочка, словно рыжая пушинка, подхваченная ветром, прыгала по стволу дерева. Вниз по тропинке, небольшой лавиной, скатывалась остальная кричащая детвора. «Ай-е-е-е-е!» Громыхая ранцами, перепрыгивая с камня на камень, они проворно опускали руки в воду, пытаясь поймать речных раков. Раки бросались в рассыпную, поднимая мельчайшие брызги, а мы все хохотали и веселились. Над нами по зеленому деревянному мосту прошла девочка. Звали ее Клариса Мелин. Мы дружно зауле-люкали ей вслед. «Иди, иди», — сказали ей мы. «Нам не хотелось принимать ее в свою компанию. Иди, иди». Но тут мой голос сорвался и замолк. Я тихо смотрел ей вслед и не мог оторвать глаз. Издалека в утреннем воздухе до нас донесся школьный звонок. Мы двинулись по летним тропинкам, проложенным нами за многие годы. Трава здесь была вытоптана. Здесь мы знали каждую ямку, каждый бугорок, каждое деревце, каждую виноградную лозу, каждый кустик. Здесь, высоко над сверкающей речкой, после уроков мы строили хижины на деревьях и прыгали голышом в воду, спускались далеко вниз по склону лощины, куда одиноко сбегала река, чтобы раствориться в голубых просторах озера Мичиган среди каменоломен, сыромятин и доков. И вот когда мы, запыхавшись, неслись к школе, я остановился, снова охваченный страхом. «Ну же, вперед!» — сказал я себе. Прозвенел последний звонок. Дети убежали. Я взглянул на поросшие в юнком школьные стены. Услышал непрерывное звонкое жужжание голосов внутри. Услышал позвякивание маленьких учительских колокольчиков и резкие голоса учителей. «Яд!» — думал я. «И учителя тоже. Они хотят, чтобы я стал больным. Они учат, как болеть все тяжелее и тяжелее, и еще, и еще как радоваться своей болезни». «Доброе утро, Дуглас!» Я услышал стук высоких каблуков по цементной дорожке. За моей спиной стояла мисс Адамс, директриса, в своем пенсне на широком бледном лице, под коротко стриженными темными волосами. «Входи скорее!» — сказала она, крепко схватив меня за плечо. «Ты опоздал, поторопись!» И она повела меня. Раз-два, раз-два, раз-два. По ступеням наверх, вверх по лестнице, навстречу моей погибели. Мистер Джордан был тучный, лысеющий, зленоглазый человек с серьезным взглядом, имевший привычку слегка покачиваться на пятках перед своими схемами и чертежами. Сегодня он вывесил большой рисунок человеческого тела с полностью содранной кожей. На рисунке были видны зеленые, синие, розовые и желтые вены, капилляры, мускулы, сухожилия, внутренние органы, легкие кости и жировые ткани. Мистер Джордан раскачивался перед этой схемой. «Между нормальной репродукцией клетки и раковой существует огромное сходство. Рак — это просто нормальная функция, вышедшая из-под контроля, перепроизводство клеточного материала». Я поднял руку. «А как еда, то есть, что заставляет тело расти?» «Хороший вопрос, Дугласн», — он постучал по рисунку. «Еда, попадающая внутрь тела, расщепляется, ассимилируется и...» Я слушал, зная, что именно мистер Джордан пытается со мной сделать. Мое детство было в моем мозгу, словно отпечаток ископаемого животного на застывшей мягкой глине. А мистер Джордан пытался его сравнять, стереть. В конце концов, все мои надежды и грезы, все это должно было исчезнуть. Моя мать изменяла мое тело с помощью еды. Мистер Джордан воздействовал на мой мозг с помощью слов. Тогда я перестал слушать и начал рисовать что-то на бумаге. Я напевал про себя песенки, выдумывал собственный, никому другому непонятный язык. Весь остаток дня я ничего не слышал. Я сопротивлялся атаке, это было мое противоядие. Но после уроков я все-таки забежал в лавку миссис Сингер и купил конфету. Не смог удержаться. Съев ее, я написал на обратной стороне обертки. Это последняя конфета, которую я съел. Больше никогда, даже на субботнем утреннике, когда на экране появится Том Микс и Тони. Я не буду есть конфеты. Я взглянул на конфеты, которые грудами лежали на полках. Оранжевые обертки с голубыми буквами и надписью «Шоколад». Желто-фиолетовые с мелкими синими надписями. Я ощутил, как конфета внутри меня заставляет расти мои клетки. «Каждый день миссис Сингер продает сотни конфет. Она что, тоже в заговоре? Известно ли ей, что она делает с детьми при помощи этих конфет? Может, она завидует, что они такие юные? Может, она хочет, чтобы они постарели? Я готов был убить ее. Что ты делаешь?» Пока я писал на обороте конфетной бумажки, сзади ко мне подошел Билл Арно. С ним была Клариса Мэйлин. Она посмотрела на меня своими голубыми глазами и ничего не сказала. Я спрятал бумажку. «Ничего», — сказал я. Мы зашагали вместе. Когда мы увидели детей, играющих в классики, пинающих консервную банку и гоняющих в шарики на утоптанной земле, я повернулся к Биллу и сказал. «В следующем году или годом позже мы уже не сможем все это делать». Билл только засмеялся и ответил. «Ну, конечно же, сможем. Кто нам запретит?» «Они», — произнес я. «Кто это они?» — удивился Билл. «Неважно», — сказал я. «Подожди, увидишь». «Ой», — отмахнулся Билл. «Ну ты чудной». «Да ты не понимаешь!» — закричал я. «Вот ты играешь, бегаешь, ешь, и все это время они вводят тебя за нос, а сами заставляют тебя думать иначе, вести себя иначе, ходить иначе, и в один прекрасный день ты перестанешь играть, а у тебя будет ворох забот». На лице у меня проступил горячий румянец. Кулаки сжались, я был бледен от гнива. Бил со смехом, отвернулся и пошел прочь. «Кто поймает, молодец!» — пропел кто-то, зашвыривая мяч через крышу дома. «Можно продержаться весь день без завтрака и обеда. А как насчет ужина?» Когда за ужином я опустился на свой стол, мой желудок громко заурчал. Я вцепился в колени, глядя только на них. «Не буду есть», — говорил я себе. «Я им покажу. Я буду бороться». Папа прикинулся тактичным. «Пусть останется без ужина», — сказал он матери, увидев мое пренебрежение к еде. И, подмигнув, добавил. «Потом поест». Весь вечер я играл на теплых кирпичных улицах нашего городишки, с грохотом пиная консервные банки и лазая по деревьям в сгущающихся сумерках. Когда в десять я пришел на кухню, я понял, что все напрасно. На дверце холодильника висела записка «Угощайся, папа». Я открыл холодильник, и на меня дохнуло легким холодом смешанным запахом замороженной еды. Внутри оказались остатки аппетитнейшего цыпленка. Корешки сельдерея были уложены, словно вязанки дров. В зарослях петрушки спела клубника. Руки мои замелькали. Они двигались так быстро, что мне казалось, будто их у меня целая дюжина. Как на изображениях восточных богинь, которым поклоняется в храмах. В одной руке помидор, другая хватает банан, третья тянется к клубнике. Четвертая, пятая, шестая, руки, застегнутые на полпути, держали каждое, кто кусок сыра, кто оливку, кто редис. Полчаса спустя я сел на колени перед унитазом и быстро поднял сиденье. Затем без промедления открыл рот и засунул ложку далеко-далеко вглубь, запихивая ее все дальше и дальше внутрь судорожно давящейся глотки. Лежа в постели, я содрогался, ощущая во рту остатки кисловатого привкуса и радуясь, что все же избавился от еды, которую так бездумно проглотил. Я ненавидел самого себя за эту слабость. Я лежал дрожащий, опустошенный, снова голодный, но теперь уже слишком больной, чтобы есть. Утром я был очень слаб, явно бледен, так что мать даже заметила по этому поводу. «Если к понедельнику тебе не станет лучше, сказала она, пойдем к доктору». Была суббота. День, когда можно кричать во всю глотку и никаких тебе серебряных учительских колокольчиков, которые могли бы прервать этот крик. День, когда во мраке длинного зала кинотеатра «Элит» на бледном экране двигались гигантские писсветные тени, а дети были просто детьми, а не растущими организмами. Я увидел, что никого нет. Утром, вместо того, чтобы пойти слоняться вдоль северной прибрежной линии железнодорожной дороги, где горячее солнце бурлило на длинных металлических параллелях, я проторчал дома, пребывая в ужасной нерешительности. И к тому времени, когда я все-таки добрался до лощины, был уже почти вечер, и здесь никого не было. Все ребята побежали в город смотреть кино и сосать лимонные леденцы. В лощине было так одиноко, оно казалось такой нехоженной, такой древней, заросшей, что мне стало не по себе. Никогда не видел, чтобы здесь было так тихо. Виноградные лианы спокойно свисали с деревьев, ручей скакал по камешкам, и птицы щебетали в вышине. Я пошел по секретной тропе, прячась за кустами, то останавливаясь, то продолжая свой путь. Клариса Мелин шла по мосту как раз в тот момент, когда подошел я. Она возвращалась домой из города, неся под мышкой какие-то маленькие свертки. Мы смущенно поздоровались друг с другом. «Что ты сейчас делаешь?» — спросила она. «Так, гуляю», — сказал я. «Совсем один». «Да, остальные парни в городе». Она помедлила в нерешительности, а затем спросила. «Можно мне с тобой погулять?» «Думаю, да», — ответил я. «Пошли». И мы пошли через лощину. Она гудела, как огромная динамо-машина. Казалось, все в ней замерло на месте, вокруг стояла тишина. Летали стрекозы, то проваливаясь в воздушные ямы, то паря над сверкающими водами ручья. Когда мы шли по тропе, рука Кларисы столкнулась с моей. Я вдыхал влажный запах лощины и приятный, незнакомый запах Кларисы рядом со мной. Мы пришли к тому месту, где тропы пересекались. «В прошлом году мы построили хижину вон там, на дереве», — сказал я, указывая наверх. «Где?» — Клариса подошла вплотную ко мне, чтобы проследить за направлением моего пальца. «Не вижу». «Вон там», — сказал я дрогнувшим голосом, показывая еще раз. Очень спокойно она обвела рукой мою шею. Я был так удивлен и ошарашен, что чуть не закричал. И тут ее губы, дрожа, прикоснулись к моим, а мои руки сжали ее в своих объятиях. Внутри меня все дрожало и пело. Тишина была похожа на зеленый взрыв. Вода в ложе ручья продолжала бурлить. У меня перехватило дыхание. Я знал, все кончено. Я погиб. С этого момента начнутся тесные общения, еда, зубрежка языков, алгебры и логики, беготня и волнения, поцелуи, объятия и весь этот водоворот чувств, который захолестнет меня и утащит на дно. Я знал, теперь я погиб навечно и не испытывал по этому поводу никаких чувств. Но я испытывал другие чувства. Я плакал и смеялся одновременно. И тут ничего нельзя было поделать, только обнимать ее и любить всем моим исполненным решимости, бунтующим телом и разумом. Я мог бы продолжать свою войну против матери, отца, школы, еды, того, что написано в книгах, но я не мог бороться против этого сладкого вкуса на своих губах, этого тепла в моих объятиях, этого нового запаха в моих ноздрях. — Клариса! Клариса! — кричал я, сжимая ее в своих руках, ничего не видящими глазами, глядя через ее плечо и шепча ей. Клариса!